соберутся а мы с тобой так не здороваемся как будто мы с тобой сегодня виделись я сказал привет о здесь тоже работает классно круто у меня пока всем привет мои дорогие давайте подождем чтобы чуть-чуть собрались люди и мы начнем вещать я очень рада что вы присоединяйтесь к нашему прямому эфиру прямой эфир сейчас тематически будет он не просто так запущен если кто-то пропустил прямой stories и знаете что сейчас прямой эфир связан с йогой и с тем что у нас открывается онлайн йога клуб вот поэтому если у вас есть какие-либо вопросы по поводу йоги я прошу вас их подготовить и мы вам будем отвечать на эти вопросики спасибо за ваши сердечки за ваши огонечки соскучилась кстати по вам всем мы давно с вами не общались прямом эфире я чуть-чуть сама нервничаю потому что я вообще не помню когда последний раз заходила в прямой эфир вот клякса нас тоже поддерживает привет прям видно как заходят заходят люди привет 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 да и клякса здесь тоже мурчит во всю люди заходят и выходят и так понимаю все кто не интересуется йогой они сразу выходят молодцы умнички ну что же начнем сейчас или еще подождем две-три минуты что я думаю в себе потихонечку можно уже что-то начинать говорить давай могут заходить еще достаточно долго дорогие мои и друзья красавчики и красавцы если кто не знаком ира это моя егения это человек с которым я занимаюсь уже на протяжении года йогой это человек который помог мне начать мою трансформацию и физическую и ментальную так что здравствуйте ирина здравствуйте здравствуйте новостые как говорится по традиции у йогов вот но на самом деле я такой очень современный йог я люблю чтобы все так было применимо к жизни и без всяких налетов мистики без всякого как бы лишнего такого антуража все очень просто должно быть так что всем привет так всем привет если сейчас вы еще не подготовили ваши вопросы вы можете их задавать в течение прямого эфира мы вам как раз таки будем на них отвечать сразу вам скажу заранее будем игнорировать вопросы пока которые не связаны с йогой мы этому уделим я вам уделю отдельное время мы с вами пообщаемся конечно же обязательно на эту тему вот люди заходят уходят я не понимаю ладно мы будем вещать для тех кто сейчас вместе с нами если кому-то интересно кто-то пропустил значит не время это знать такс и ладно с чего мне начать вам свой рассказ а ну давай начнем сначала как все начиналось у тебя как вот тут написали нужно физподготовка для новичков по мере сейчас мы будем все рассказывать я на этот вопрос мы тоже вам ответим ответим да я нужна ли без подготовка для новичков кстати хорошо я забыла ручку взять и не ира подготовилась лучше чем я как заставить себя заниматься тут тоже есть вопрос мы на него тоже ответим и так да и мои девочки мальчики любимые я на эту тему могу вам вещать бесконечно но сейчас я вам уделю время и целый час может быть это будет короче чтобы вы сами не устали и так с чего начала я я год назад находясь в таиланде на самуи поняла что что-то не то с моим позвоночником что-то не то с моей спиной как бы я не занималась спортом потому что я занималась в зале как бы я там какие усиления делала я не видела результата и наоборот где-то мое тело даже ухудшалось физическом аспекте про ментальное я вам дальше расскажу так вот в один прекрасный день мне пришло предложение от даниэля если вы знаете даниэль это родной брат иры мои прекрасные ирочки и даниэль мне задает вопрос а не не хочешь позаниматься йогой и работа занимается ля-ля-ля если ты хочешь вы можете вместе конечно же я согласилась даже не задумываясь поскольку сама идея контроля своей оси и контроля своей спины мне не давала покоя но я ничего абсолютно из этого не знала я не знала с чего начинать вообще в чем проблема как это все исправить так далее тому подобное так вот дорогие мои ребята когда в первый день я встретилась сирой это была групповая встреча если не ошибаюсь там была и моя сестра там была еще одна девушка но из всех осталось только я вот так да вот скажу вам честно начинать очень трудно это совсем нелегко потому что если тебе кажется что ты там секси кошечка такая вот пластичная что ты там можешь все и вся и тебе кажется что у некие легкие упражнения которые тебе показывают они очень легко тебе будут даваться это не так потому что я так же думаю но когда я начала очарование но когда я начала дорогие мои заниматься и практиковать йогу я еще не делала полноценные асаны асаны ира вам сейчас скажет что такое асаны чтобы вам было по теме уже понятно о чем идет речь ну асаны упражнения в йоге но каждая асана она имеет какую-то определенную свою форму начальную так скажем для начинающих да более глубокую форму и можно там идти до бесконечности в эту асану вот но прежде чем начать делать даже простую асану нужно конечно к ней подойти и мы с они начинали реально с подводящих упражнений вот потому что потому что потому она никогда не занималась йогой и она пришла с ноля буквально вот год и два месяца прошло и и я на нее смотрела честно говоря и но я не знаю что там получится ну несколько занятий проведем я вообще не рассчитывала что это вся наша история затянется на год и что такие бомбические результаты пойдут я думала что несколько занятий и как бы и все вот но в итоге благодаря аниному трудолюбию благодаря ее какой-то такой спортивной злости возникла у нее вот эта спортивная злость которая очень важна в самом начале кстати она меня тоже заставила идти дальше в свое время эта злость когда ты видишь себя не таким не такой какой ты ожидала как бы да в своей картине мира ты понимаешь что здесь я это не могу здесь не могу грубо говоря я деревянная вот и вот вот этот огонек он должен сработать как как топливо тебе вперед как толчок а не как такое разочарование что ой я ничего не способен и все и вот у ани это сработало так она разозлилась такая нет я все равно сделаю вот и собственно так все началось сейчас я хочу поставить очень большой акцент на том как начинается практика как начинается процесс у людей когда ты начинаешь заниматься и что происходит с тобой с твоим телом с твоими мозгами с твоими мыслями потому что мы забываем что наше тело соединяется с нашим мозгом а когда наш ум беспокойный он нам никогда не даст как бы спокойствие он никогда нам не даст расслабление потому что для него это что-то незнакомое для него это что-то тяжелое я вам скажу так я проходила через огонь через ад через медные трубы я практиковала в первые дни даже первые месяца я плакала честно скажу вам я на коврике рыдала и не из-за того что сами упражнения тяжелые нет в этом ничего сложного нет на самом деле когда ты расслаблен тяжесть происходит в том что твой мозг начинает сопротивляться он тебе начинает кидать всякие мысли всякие какие-то непонятные вспоминания зачем тебе это все Анечка зачем ты этим занимаешься тебе же было так легко и просто жить до этого а тут ты начинаешь пахать твоему мозгу сложно потому что это для него все незнакомо телу конечно же тоже сложно потому что это вообще тебе кажется со стороны что ты сейчас будешь вот там летать на ручки вставать ноги вверх поднимать нет дорогие мои это не так наш мозг сопротивляется и от этого нам становится очень-очень сложно я вас попрошу если вы хотите начать не слушайте свой мозг если вы поставили себе цель что вы хотите улучшить свою жизнь что вы хотите улучшить свое здоровье что вы хотите улучшить саму себя качество жизни качество мышления эмоции через которые вы проходите в принципе в своей жизни то пожалуйста не сдавайтесь не верьте своему мозгу он вас специально вводит вот в такие вот дороги чтобы вы все оставили и жили дальше как вам было удобно вот когда ты как ира говорит когда ты не расслаблен ты ослаблен и в этом заключается очень великая такая вот мысль но мы об этом будем говорить уже в самом йога клубе это больше для людей которые начинают практиковать здесь мы хотим рассказать в принципе с чего я начинала как я проходила свой путь чтобы вам тоже это было более менее понятно я хочу я хочу даже вам напомнить есть многие здесь мои подписчики которые меня знают в стиле проекта я знаю что по большей части мои подписчики меня любят и принимают такой какая есть и какой я была даже там со своим характером несносным я признаюсь что я была совсем не ангелом и не одуванчиком я вам скажу так эту фразу я хочу чтобы вы запомнили все даже если вы не будете заниматься йогой это фраза олицетворения всей нашей жизни мы зеркалим в принципе даже не мы зеркалим как вам сформулировать правильно то что у нас в душе то что у нас в голове мир зеркалит нас если вы настроены к миру негативно если вы воинственно настроены ко всем так же вам и мир будет отвечать я вам говорю по своему собственному опыту так и есть я проходила в своей жизни через многие сложности через многие испытания и я была озлоблена на весь мир на всех людей почему так происходит почему вот именно со мной так на самом деле жизнь прекрасна и все что в нашей жизни происходит это только то как мы ее воспринимаем запомните жизнь прекрасна будьте счастливы от любых моментов наслаждайтесь каждым своим моментом жизни каждой своей эмоцией и тогда вы почувствуете как у вас в принципе меняется мир мышление окружение вот так вот когда ты это проработала через тело через йогу вот легко сказать радуйтесь там туда-сюда да легко правда сказать так я такая пришла такая радуйтесь всему что происходит в вашей жизни а кто-то скажет а у меня вот такие то такие проблемы а как раз таки сейчас я хочу перейти на такую очень важную тему взаимосвязь тела ума и психики да в нашем йога клубе наш если кто еще не в курсе в прямом эфире мы открыли йога клуб онлайн где будут онлайн практики где будет поддержка психологическая эмоциональная ответы на все вопросы записи с практиками где будет ира ира это профессиональный мастер йоги проф югиня ну не просто так никнейм в инстаграме аяте если когда-нибудь ира захочет она вам расскажет почему она именно аяте вот у меня есть эта история конечно небольшая вот взаимосвязь тела ума и психики почему я вас всех приглашаю в наш йога клуб почему я приглашаю многих девушек женщин и мужчин в том числе на практику йоги если у вас есть проблемы в ментальном плане в психологическом плане сколько бы вы не старались себя там даже психотерапией психологами заниматься читать книжки тому подобное если вы не занимаетесь со своим телом ваши успехи будут вас очень сильно тормозить и у вас к сожалению никаких успехов больших не будет мы не просто так созданы созданы в этом мире с телом с головой с эмоциями и с самой главной черепной вот этой вот коробочкой которая управляет нами на самом деле не он управляет нами ум а мы должны управлять нашим умом йога помогает нам справляться с психологическими проблемами с физическими проблемами с эмоциональными проблемами я не знаю как вам объяснить в двух словах как вам помогает физические упражнения справляться с какими-то психологическими проблемами но это очень такой долгий разговор будет но я вам скажу это реально помогает по себе знаю я была максимально импульсивна я была максимально психованна я честно говорю я признаю все свои там какие-то нехорошие качества конечно же своих хорошие качества я их не хочу никуда убирать нет ни в коем случае они наоборот хорошие мои качества они наоборот сейчас увеличиваются умножаются и подсвечиваются больше чем до этого так но самое такое вот главное что бы вам рассказать я бы хотела Ире передать слово Анечка да если можно вот эту тему подытожить не зря ты начала сначала с физического тела да как ты пришла вот я чувствовала там неудовлетворенность своим телом там где-то там болит где-то то где-то сё потом ты перешла в дом 2 да к тому какая ты была в эмоциональном плане вот и потом мы возвращаемся к йоге это все я хочу подчеркнуть не случайно потому что действительно взаимосвязь очень мощная психики тела ума мы один большой организм вот очень часто мы об этом забываем болит рука мы лечим руку болит нога мы лечим ногу отдельно мы как-то себя частями рассматриваем но на самом деле мы гораздо больше вот и всегда надо рассматривать это все в комплексе и йога вот как раз таки тот самый инструмент который как бы ты не очень понимаешь особенно в начале как он работает ну он работает на всех уровнях на физическом на ментальном на психологическом самое главное просто делать вот просто делаешь асаны да со слезами да с преодолением иногда но ты не останавливаешься делаешь 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 и через тело начинает происходить вот эта магия через какие-то энергетические каналы то что йога она работает с внутренними органами очень хорошо она работает со всеми энергетическими каналами с физикой она работает с твоим мозгом и ты во время практики на коврике делая какие-то простые упражнения ну не всегда простые но в основном простые начинаешь узнавать себя ты начинаешь узнавать себя и это просто это просто взрыв вот это конечно это и классно с одной стороны мы же все идем к тому чтобы узнать себя в этой жизни кто я как я но многие не выдерживают но к сожалению очень неприятно правда о себе что здесь я злюсь у меня очень много агрессии да когда у меня не получается здесь я впадаю в истерику значит я там слабая да или слабый и так дальше на коврике это как зеркало ты начинаешь узнавать все свои самые неприятные качества и такое как бы боже мой как не очень приятно все и многие не хотят возвращаться из-за этого не получается все не получается и вот очень важно пройти вот этот период а он как правило если регулярно мы занимаемся два три раза в неделю он как правило длится два-три месяца этот период три месяца вот по хорошему и потом наступает переломный момент когда вот ты вдыхаешь этот мир широкой свежей я не знаю как большой грудью в общем ты вдыхаешь этот мир и понимаешь что что-то изменилось что-то изменилось тебе появилась какая-то легкость в теле в уме начинают происходить какие-то интересные события вокруг тебя вот первые три месяца друзья очень очень тяжелые бывают правила не у всех не буду пугать не у всех но как правило тяжелые и просто не надо сдаваться вот ну когда-то же надо начинать новую жизнь когда-то же надо вообще начинать что-то менять в себе когда-то надо уже начинать смотреть на себя со стороны и понимать что я уж не такой классный и хороший и крутой и красивый где-то даже если ты себя таким ощущаешь если вы так себя ощущаете это прекрасно я очень рада за вас это прекрасно да но если вы так же ощущаете что что-то в жизни идет не так что-то со здоровьем у меня не так что-то в семье в отношениях и так дальше то надо начинать работать хорошо конечно зайти на эфир послушать как у кого-то там появились какие-то классные результаты и так дальше я хочу сказать что у меня достаточно много учеников и оффлайн и онлайн за мои там семь лет аня действительно очень яркий пример и только благодаря своему упорству своему труду можно зайти на эфир послушать конечно это все посмотреть и подумать что я сейчас что-то отсюда почерпну возможно это так но ничто нас не преобразует так как действия и работа над собой наши собственные действия пожалуйста запомните на всю свою жизнь одну фразу никто никогда вам не даст никаких ответов как правильно жить как сделать так чтобы было хорошо куда идти чем заниматься никто вы единственный человек в своей жизни кто знает куда идти как делать и как дальше двигаться а сколько раз ты хотела бросить сколько раз я хотела бросить ребят я хотела бросать очень много раз я вам даже скажу уже было больше полугода как я практиковала йогу я уже практиковала и самостоятельно дома но я сделала очень длинную паузу это был где-то месяц октябрь ноябрь я честное слово я забросила на три недели но я не забросила для того чтобы туда никогда не возвращаться я просто себе дала время отдохнуть где-то набраться энергии где-то набраться сил где-то подумать обдумать это все и только с любовью и с хорошим таким настроением я вернулась на коврик заниматься мы просто знаешь сейчас очень много говорим так воды мне кажется люди не понимают ребят если у вас есть какие-либо вопросы если вам кажется что вам что-то непонятно пожалуйста пишите мы это будем пресекать и мы будем общаться на другое я хочу сейчас добавить у нас просто есть такая вот ремарочка по поводу того что замечают люди когда ты начинаешь практиковать йогу честное слово для меня было максимальным удивлением когда мы оказались в компании незнакомых мне людей а вы знаете как иногда женщины настроены друг к другу в рожде даже если они друг другу ничего не сделали они так сразу ах красочка тут кто это такая я сидела в компании с незнакомой девушкой каждый взял себе по бокальчику чего-либо и знаете что мне сказала не мальчики не мужчины а именно девушка она мне говорит смотрите какая тут леди сидит мне говорит леди вы представляете я которая себя не ощущала леди я которая себя не ощущала вот такой вот фифочкой я себя вела просто так как я себя вела а знаете почему она подумала что я вот такая вот скромненькая леди такая вот миленькая девушка потому что я просто держала свою ось прямо я не сидела вот так вот и вот так вот я сидела прямо вот даже хочу сейчас наглядно вам показать в видео в прямом эфире как меняется восприятие человека если он просто поменяет свой скелет свою ось вот я хочу чтобы вы наглядно на это посмотрели вот я сидит сейчас я сижу как обычно сижу я сейчас сижу прямо это моя прямая ось я не напрягаюсь я как бы не сижу специально прямо но смотрите как меняется мое тело и сама я если я вот просто вот так вот сед сразу транслирует тело совершенно другое вот смотрите я же беру волосики вот что это такое вот что это вот что это за девочка такая бабулька в тассе а если я вот так вот встану это уже это уже какой-то валера да это уже какой-то мужик встал такой вот на разборке да а это просто я который сижу в расслабленном виде и общаясь с вами тебе сказали этот комплимент вот со стороны это было где-то спустя 4-5 месяцев после практики как раз первые такие мощные результаты да пошли я хочу напомнить что у Ани сколиоз вообще-то у нее очень такой явный сколиоз там уже почти вторая степень была вот чтобы вы понимали она просто не могла стоять прямо заваливалась постоянно равновесие было держать очень тяжело вот это было видно везде в перекосе грудная клетка и вот через 4 месяца ты услышала что твоя осанка достойна леди да представляете спустя несколько месяцев и моя осанка сколиозная стала достойно слушать что она леди я была очень безумно удивлена мне было безумно приятно потому что слушать комплимент особенно женщина женщине это прям такое вот знаете это что-то с перчинкой и очень приятно я хочу напомнить вам всем и Ира это подтвердит если вы хотите заниматься йогой если вы хотите заниматься каким-либо спортом я вас прошу пожалуйста проверьте все ваши особенности в теле это может быть сколиоз остеохондроз лордоз и так далее и тому подобное я вас прошу самостоятельно не начинать заниматься а первым делом начать с консультаций профессионалом это не обязательно ходить к профессионалу очно вы можете себя снять на видео вы можете себя сфотографировать со всех сторон это в расслабленном состоянии вперед перед фаз анфаз и сбоку вот в расслабленном состоянии не надо специально выпрямляться не надо специально выпучивать грудь вперед попу назад просто в расслабленном состоянии как обычно сидите вот например на стульчике если вы вот так вот сидите на стульчике вот так вот и сфотографируйтесь если вы где-то косо и криво стоите также сфотографируйтесь и отправьте специалисты если у вас нет такого специалиста то есть вы идете к любому специалисту там к тренеру куда вы дальше идете к йога-тичеру и ему гораздо легче и проще но если вы знаете что особых у вас там проблем каких-то нет но чувствуете проблемы как бы с осантой там сутулость то все то вот этот метод который Аня сейчас сказала да конечно он подходит вот можно посмотреть это все со стороны понять с чего с чего хотя бы начать если серьезные проблемы друзья да если это сколиоз больше чем первая степень и вы знаете что там есть грыжи протрузии и так дальше то лучше знать конечно и вы никогда не занимались йогой никогда то лучше начинать конечно с индивидуальных возьмите несколько индивидуальных занятий это может быть немного это может быть там от трех до ну возьмем разбег до восьми до десяти занятий когда вы поймете как отстраивать свое тело правильно как с ним работать что вам можно делать в практике что вам нельзя вот все показания противопоказания вы поймете для своего случая и потом вы можете вливаться дальше в какие-то практики онлайн youtube и так дальше вот если особых таких проблем нет очень хороший способ начать заниматься тоже групповые занятия которые мы собственно предлагаем в йога клубе вот потому что группа будет не слишком большая не огромная там всех будет видно прекрасно и так же я смогу каждого отстраивать вести потом давать какие-то рекомендации и так дальше индивидуально понятно что это всегда индивидуально лучше как бы это персональный подход но не у всех есть материальная возможность да и поэтому групповые занятия тоже хороши с классным специалистом собственно теперь я хочу подойти больше к таким практичным вопросам по большей части для тех людей кто просто хотят физически понять что им нужно и хотят отстроить вот такой аня плечи спасибо это все йога это по большей части для тех кто хочет как и я начать улучшать свое тело потому что йога начинается сначала с тела дальше вы уже погрузитесь удивительный мир йоги и так с чего начать людям кто вот даже не знает не в курсе что такое йога что им нужно делать с чего начать консультация это первое после того как они прошли консультацию им дали добро на занятия что нужно дальше делать ну вот спрашивают тут как раз таки сюда же к этому вопросу нужна ли физическая подготовка для новичков что делать надо начинать заниматься что делать ребят я вам хочу просто этот вопрос он такой знаете двоякий вам не с чего не надо начинать я начинала без коврика да я начинала без блоков я начинала без профессиональных ремней знаете на чем я занималась я занималась либо на полотенце либо на пледике вместо блоков у меня были книжки вместо профессионального ремня это может быть обычный ремень который у вас любой который у вас есть дома которым вы пользуетесь не пользуетесь даже из инвентаря вам ничего не нужно если вам финансы пока этого не позволяют если вы даже желание главное желание главное желание чтобы улучшить себя улучшить свои тела честное слово три месяца ну может не три месяца но месяца два и занималась на пледике я его все сворачивала вот так вот это было честно скажу это не очень удобно но есть как есть я так занималась и меня все устраивало вот потом когда я уже поняла что я хочу заниматься полноценно на нормальном коврике он не стоит дорого даже сейчас можно найти такие вот коврики для начинающих они не особо дорого стоят поэтому вы можете там рублей пятьсот потратить на коврик это для начинающих вы пока еще не профессионалы поэтому там покупать вам проф за тысячу с лишним и выше пока не надо хотя бы научитесь сидеть в позе лотоса ооо да вот вот дальше что я вам хочу сказать может быть там еще был какой-то вопрос ну я опять таки вернусь сюда нужна ли физическая подготовка для новичков я не могу вам сказать не видя вас понимаете вот настолько мы все разные настолько разное у нас у всех телосложения вообще все разное вот ну как правило особой физической подготовки но тоже не нужно вот потому что вы будете нарабатывать не переживайте вам не нужно идти специально куда-то там в какой-то спортзал там покачаться что-то поделать чтобы потом подготовиться и прийти к йоге нет вам нужно просто начинать начинайте в группах примерно своего уровня вот кстати у меня была большая дилемма по поводу клуба как же так и начинающих туда и продолжающих чтобы всем было интересно но мне кажется что это получилось я нашла все-таки выход и там будут в записи уроки прям совсем для новичков и вы можете их просматривать несколько раз включать в любое удобное время повторять делать 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 и потом когда будут прямые эфиры вы будете выходить с нами в группе и делать то что получается а я в свою очередь буду показывать варианты то есть вот это упрощенный вариант мы делаем это усложненный это еще более усложненный вот не ждите что получится все и сразу ничего не получится сразу ребят я вас прошу не мучайте себя если вы начинаете даже если вы занимаетесь дома не просите от своего тела от себя самой или от самого что там все я прям сегодня встану там на шпагат или там я прям сегодня буду сидеть и загибаться вот так вот прям лодочкой нет пожалуйста все с любовью к своему телу с нежностью и с лаской вы же кошечки а кошечки себе не мучают вы должны двигаться плавно нежно и спокойно дайте себе время да 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 и самое главное дайте себе время результат которому я пришла сейчас и я безумно вам всем благодарна за каждый день я получаю безумное количество комплиментов по поводу своей фигуры вот даже здесь написала девушка что я как будто всю жизнь занимаюсь спортом я вам скажу так за несколько лет занятий в спортзале я не получила такого эффекта как за год занятий в йоге я вам хочу напомнить что не все дается быстро что не все вот так вот по шелечку пальца происходит просто дайте себе время не мучайте себя не торопите себя у вас еще целая жизнь впереди и вам всего лишь нужно время для того чтобы улучшить свое качество качество своей жизни качество своего тела результат которому я сейчас пришла это не финальный результат поверьте мне не есть еще над чем работать мне есть очень такие вот проблемные зоны которые сейчас они людям глазу как бы не особо видны но они есть они меня беспокоят они меня конечно же иногда вводят вот в такую вот знаете яму где я сама себя начинаю поедать и говорит что я кривая я косая вы пожалуй такого не делаете да я люблю заниматься самопоеданием но это не это и вас я только прошу этим не заниматься просто поймите что результаты которые вы видите даже в интернете это не пластическая операция которая там через несколько месяцев пройдет припухлость опухлость это связь головы эмоции и тело то девушка задала вопрос помогает ли йога похудеть я вам скажу так йога помогает вам не только не то что похудеть она вам я хочу чтобы Ира рассказала просто как влияет дыхание питание очищение йоговские вот эти вот руки на наше тело вообще я поясню что я преподаватель по хатха йоге вообще йога сейчас бывает самое разное вот мы говорим про хатха йогу но она у меня такая немножко модифицированная в плане того что я люблю добавлять туда какие-то текучие плавные элементы но все-таки это хатха йога вот и вообще йога это не не асаны на коврике асаны это только одна из ступеней в йоге всего их восемь ступеней и асаны являются третьей ступенью вот настолько она широка и всеобъемлюща и опять таки вернемся к тому что йога работает с телом йога работает с умом через разные инструменты это дыхание практики дыхания это медитации но это потом уже все дальше тут тут самое главное в похудении опять таки работа с головой как бы это странно не звучало может быть сейчас для вас работа с головой вы начинаете так же начинаете с асан начинаете с коврика вот постепенно но в данном случае буду говорить про себя я вас веду мы углубляемся дальше 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 я начинаю давать какие-то техники дыхание пранаяма да очень хорошо действует также на нашу жизненную силу на успокоение ума переходим к медитациям к самым простым вот не надо здесь пугаться это не те медитации где как бы мы улетаем куда-то далеко в непонятные миры нет это просто работа с мозгом концентрация и приведение своего ума в порядок вот и я вам хочу а что и давай извините результаты как бы если вы ждете похудения от йоги ну опять таки зависит все от вашего отношения самому себе зависит все от вашей работы насколько регулярно вы будете работать вот вы можете зайти там на курс на какой-то в наш клуб зайти сделать два занятия вместе сказать что это не работает понимаете а если вы будете заниматься трех раз в неделю и чаще увеличивая да вообще йогой хорошо заниматься три раза в неделю первые там два месяца да если вы чувствуете что больше не можете вот и потом потихонечку увеличивать нагрузку там вводить еще полчаса допустим четвертый раз в неделю пускай он небольшой но полчаса и вот так вот постепенно приучать свое тело регулярность не надо много не надо долго регулярность если это будет регулярность плюс еще питание как Аня сказала это тоже относится к йоге вот ну питание это вообще отдельная тема также я даю какие-то рекомендации это тоже помогает вот поэтому все это индивидуально все зависит от вас насколько йога поможет вам в этом вопросе если вы захотите поможет очень сильно конечно же всем поможет теперь я хочу потому что скоро у нас прямой эфир закончится я хочу вам рассказать в принципе что у нас будет в клубе для этот клуб не только для девушек этот клуб и для мужчин в том числе знаете что йогой занимаются не только девушки бывают даже мужчины йоги посерьезнее чем женщины во первых мы вас научим правильно дышать больше 80 процентов мне кажется нашей планеты не умеют правильно дышать я была в том числе этим человеком я даже вам сейчас скажу я иногда неправильно дышу но техники правильного дыхания выдыхание вдыхание они нам помогают прорисовывать в принципе наше тело вот смотрите видите я не качаюсь в зале я не качаю пресс я не занимаюсь изнурительными тренировками я не морю себя голодом но это моя особенность я сама по себе худая вы также можете прорисоваться нарисовать себе пресс если вы будете правильно дышать правильно уделять себе время итак у нас будут практики йоги которые будет вести Ира к сожалению конечно же знаю что вы тоже хотите чтобы я была вашим учителем но у меня нет такой возможности на данный момент я только ученик Ирин ученик вот мне еще предстоит год обучаться и обучаться и обучаться только потом я иду в школу Ира нас будет учить дышать заниматься правильно мыслить во время практики именно когда мы на коврике потому что я вам уже говорила наш мозг сопротивляется вот она нас будет вести она нам будет уделять достаточно времени также буду я помогать вам в психологическом плане я вам буду помогать справляться со всеми сложностями со всеми вопросами которые возникают я буду вам давать легкие занятия для вашего ума не думайте ни в коем случае что у вас там будут там какие-то домашние задания где вам будет приходиться что-то копать вам просто придется работать со своим мозгом я вас прошу не забывайте что не мозг управляет вами а вы им и так может быть я что-то пропустила что у нас есть самое главное ребята мы разыгрываем одно или два места в наш клуб с доступом на полгода это будет бесплатный доступ для двоих человек но условия таковы пожалуйста будьте внимательны потому что я сейчас вам скажу самое главное конечно же у многих будет желание вступить бесплатно потому что это знаете такая золотая жилочка но я хочу чтобы вы чуть-чуть чуть-чуть усилий как бы приложили и написали мне можете Ире лично написать не имеет значения можете мне можете Ире сообщение где вы описываете для чего вам это нужно зачем вам это надо зачем вы хотите заниматься йогой вот и из всех сообщений которые вы мне отправите мы выберем одно или две я это сообщение конечно же с вашего позволения выставлю без имени и покажу людям мысли людей кто хотят изменить свою жизнь мы конечно же только сами начинаем мы только начинаем наш путь клуба я знаю что наш клуб будет развиваться и процветать и мы вас приглашаем вместе с нами менять свою жизнь в лучшую сторону сейчас в нашем мире происходят не самые лучшие вещи и мы сейчас все находимся в таком стрессовом состоянии мы вам будем помогать с этим справляться мы будем вам помогать улучшать вашу жизнь я вам гарантирую я вам гарантирую если вы свои усилия приложите ваша жизнь изменится на 180 градусов а спустя год вы будете так же цвести как цветочек пахнуть и всех покорять поэтому дорогие женщины дорогие девушки я жду от вас сообщений на два места на бесплатное подождите я сейчас запуталась на полгода на полгода в наш клуб мы предоставим вам доступ всем остальным мы вас приглашаем в наш клуб ссылка есть в моем шапке профиля ссылка есть у Иры в шапке профиля вы можете пойти по ссылке и прочитать в принципе чтобы вам было простыми словами понятно что в принципе будет в нашем клубе вот если у вас есть еще какие-либо вопросы мы вам в течение 10 минут сейчас можем ответить если у вас вопрос который я записала можно я вставлю да конечно же извините вот как раз потому что ты сейчас сказала я записала как заставить себя заниматься вот как раз это к теме мотивации вот к той теме пропишите зачем это вам надо для чего это вам надо покажите мотивацию себе покажите мотивацию нам как заставить себя заниматься никто не будет вас заставлять заниматься никто мы все взрослые люди и не думайте что если вы пойдете в клуб там вас будут тянуть за волосы вы переложите на кого-то ответственность и кто-то будет делать работу за вас нет такого не мотивировать вас никто не будет вы сами должны себе найти извини мотивировать мы вас будем заставлять мы вас не можем и не будем это не наше право да именно в этом смысле вы должны сами себе найти эту мотивацию даже если вы не хотите участвовать там на розыгрыше в бесплатных вот этих местах если для вас не проблема 3 500 в месяц я считаю это вообще не проблема для многих вот за такую программу 7 дней в неделю идет йога у вас вы занимаетесь по желанию там выбираете себе вот пропишите себе все равно зачем мне это надо чтобы увидеть свою мотивацию чтобы посмотреть на нее и понять да мне это надо потому что когда мы не видим смысл для себя когда мы не обозначаем не находим свою уникальную мотивацию то мы и силы не хотим вкладывать мы и двигаться не хотим а зачем важно это увидеть и у каждого она своя вот поэтому искать ее со стороны где-то как-то нерезонно вот найдите ее внутри и я просто подытожу что вот здесь я открыла как раз ноутбук перед собой что 7 классов в неделю нас ожидает это 5 классов в записи они будут разные 30 минут где-то 40 минут где-то 50 минут и туда будут входить классы для начинающих совсем где вы можете спокойно ставить на паузу отрабатывать там какие-то вещи туда будут входить классы по медитациям по пранаямам в общем такие отдельные блоки которые мы не можем рассмотреть занимаясь в прямом эфире на общем классе вот это все будет состоять в таких блоках где каждый найдет что-то для себя начинающие продолжающие и так дальше захотели вы сегодня успокоиться помедитировать там 5 минут перед сном сконцентрировать свой ум нажали выбрали вот ежедневно аня будет аня высылать какие-то психологические задачки там обучающую информацию инструменты по работе с мышлением вот аня тот самый главный человек я считаю который является для нас для всех мотиватором ну в плане да в плане как бы вдохновителем вот потому что действительно она совершенно недавно прошла этот путь от начала и ей есть что вам рассказать поддержать потому что те йоги которые занимаются уже давно они забывают как это было а она у нее вот это все свежее только-только и она прям вам может передать это поддержать вас вот чем она будет собственно и заниматься и формат клуба что я еще хотела сказать подходит и для начинающих и для продолжающих среднего уровня если вы уже где-то начинали заниматься йогой какое-то время позанимались там-сям приходите вам тоже будет интересно конечно если у вас уровень уже очень высокий там хай-левел буквально преподавательский не идите вам будет скучно да я скажу так для девушек которые боятся начинать не бойтесь потому что даже я занимаясь уже год и несколько по моему год и два месяца я все равно себя считаю начинающим извините пожалуйста мне что-то в глаз попало я все равно себя считаю начинающим потому что иногда я включаю видео уроки Иры где она там зажигает и я просто понимаю что я не справляюсь поэтому девочки не бойтесь мы все вместе будем справляться я вам хочу просто сейчас сказать свою мотивацию какая была моя мотивация почему я как сказать заставляла себя заниматься моя мотивация была я сама я захотела я просто знаете так со стороны посмотрела на свою жизнь на свое психологическое состояние на свои реакции на людей как люди на меня реагируют и знаете я поняла что я хочу все это изменить я устала вариться в негативе я устала излучать негатив я устала получать негатив и вот за этот год вы не представляете как сильно у меня поменялась жизнь у меня все только улучшается я вижу как люди возле меня меняются как они сами становятся лучшие версии себя поэтому девочки мальчики мы вас ждем мотивируйте сами себя вот даже сегодня после прямого эфира если вы его посмотрели сядьте и подумайте о своей жизни все ли вас в ней устраивает устраиваете ли вы сами себя все ли вам в себе нравится как вы реагируете на людей какие эмоции вы испытываете те или иные обстоятельства и вот если вас все устраивает то тогда вам не стоит ничего менять если вас что-то не устраивает и вы хотите свою жизнь сделать только лучше то мы вас ждем в нашем клубе я с удовольствием вам буду помогать потому что я знаю насколько это сложно начинать я это все помню я до сих пор на этом пути поэтому будем заниматься вместе и будем идти к счастливой жизни вместе я вас люблю всех вот так вот вот этого розыгрыша скажи пожалуйста в течение скольких дней и как ты объявишь результаты вот люди тебе напишут инстаграм в личку и потом давайте по поводу результатов я вам дам я в спешке не хочу читать и чтобы вы мне в спешке не писали я вам дам подумать я думаю вам хватит два дня понять как вы хотите изменить своей жизни сформулировать свои мысли вот это вот все я думаю вам хватит два дня для того чтобы написать мне сообщение со своим умозаключением я это все конечно же прочитаю и на третий день у вас наверное даже будет время на три дня и на третий день я оглашу победителей результата у себя в инстаграм если хотите я вас отмечу да еще будет открыта ссылка можно будет вступить в клуб потом мы ее закрываем на месяц потому что программа как бы не предусматривает того чтобы люди вклинивались вот мы начинаем вместе продолжаем весь месяц и потом в конце месяца обнуляется кто-то выходит из клуба кто-то заходит новый и программа в чем-то повторяется в чем-то появляются какие-то новые моменты и так из раза в раз то есть ссылка открывается в последние там три дня каждого месяца чтобы люди вступили потом это закрывается снова да поэтому не тормозите это очень важно вот первого мая еще будет ссылка открыта а потом уже закрыта 3500 рублей друзья я работала в разных йога-студиях в Питере в Казани немножко поработала в Питере конечно больше вот по всему Питеру я работала и цены в йога-студиях друзья мои такие что это просто подарок я вам хочу сказать вот я хочу сказать даже сама я я честное слово я не ходила никогда заниматься в йога-клубе я занимаюсь только дома кстати вот так вот знаете я год с лишним занимаюсь только дома я ни разу не посещала йога-клуб я сказала или пока ты ко мне не прикоснешься своими руками я не пойду никуда заниматься ну тебе вот потому что мы встретились с тобой но не всем вот поэтому не переживайте все возможно даже находясь дома вам не надо не ходить ни на какие там клубы ни на какие-то да для белорусов можно вступить конечно можно вступить из любой точки мира нету ограничений где вы находитесь это будет йога-клуб в телеграме он закрытого формата вот вы можете перейти по ссылке если вы сейчас на моей странице перейдите через мою если не на моей а на Ириной переходите через ссылку Иры вся информация там доступна для вас все ссылки тоже доступны поэтому мы вас ждем будем практиковать вместе будем менять жизнь вместе я вам хочу поблагодарить вас всех за прямой эфир я хочу поблагодарить Иру я надеюсь вы не устали за этот час я думаю мы сохраним этот прямой эфир да на несколько дней да несколько дней этот прямой эфир будет сохранен потом конечно же я его уберу вот поэтому мы вас всех ждем намасте мои любимые давайте заниматься йогой и менять свою жизнь как раз таки сейчас только началась весна все мы расцветаем как цветочки поэтому давайте давайте беремся за свою жизнь чтобы она становилась только лучше запомните вы сами меняете свою жизнь никто вас не заставит ее изменить только вы сами мы можем только помочь да мы вам только поможем помочь встать на путь исправления от тебя да еще пока я вспомнила по поводу оплаты у нас по ссылке там в рублях оплата идет но если у вас другая валюта пишите просто пишите в личку есть способ мы найдем вот из да любая валюта нормально так все мы с вами прощаемся да намасте мои любимые спасибо вам за прямой эфир надеюсь вам было интересно не скучно полезно надеюсь что вы какие-либо выводы сделали о чем-то вы там задумались вот все я жду ваши сообщения ссылочки хорошего вам вечера и прекрасное начало не прекрасного начала недели потому что завтра понедельник и вы не должны грустить потому что завтра понедельник вы наоборот должны радоваться потому что это прекрасное начало недели все всех с наступающими праздниками люблю вас всех жду вас ждем вас друзья пока 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 и